Приветствую вас коллеги на новой серии. В этой серии мы будем перетягивать вот такие сидения на BMW 5 F10, ломайки, комфортные сидения с вентиляцией. Я вам хочу сказать то, что это довольно интересные в работе сидения, потому что процесс перетяжки отличается от привычного нам процесса перетяжки как-нибудь Toyota или тряпочных сидений в кожу. Вот, в общем, приятного просмотра. Да, помимо сидений перетяжки подвергнутся обшивке, подлокотник, вот эта часть, ручка, вот с такой интересной болячкой. Ну и все это дело будем перетягивать в натуральную кожу, вот перфорация у нас на сидении, сюда не перфорация, и немножко цвет, конечно, отличается. Кожа была, кстати, куплена непосредственно клиентам самим, вот, и после того, как она пришла, вот оказалось то, что вот цвет отличается. Вот, и он решил то, что будет перетягиваться не только ручки, но еще и подлокотники, и вот эта часть. В общем, везде, где есть строчка, будет все перетянуто. Ну и начинается все с разбора. Какая-то неудивительно, да? И первое, что надо снять, это вот этот кожух. Как он снимается? Снимается сначала вот эта накладка, вот здесь на клипсинках, вот так она дергается, то есть снизу тык-тык, поддеваете, вот сверху. В общем, она довольно несложно снимается. Вот, а вот эта история, сюда должна была быть приклепана, но она у меня в руках, вот видите, да? То есть клепки вот эти выдрались, отломались, вот в процессе эксплуатации. Вот, и в общем, вот эти клепки просто высверливаем, а потом все это обратно приклепываем. Но в данном случае, в связи с тем, что вот это все уже поломано, будем что-то думать. Ну, скорее всего, просто в соседних местах просверлимся и приклепаемся. Вот, потому что клеить это все на стекло-блокно, потом, ну, это такое себе. В общем, разбираем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok И по косвенным признакам могу предположить, что для меня здесь что-то было. Ну, первое, то, что подушка должна была приклепана быть хорошо, а по итогу она просто болтается и клепка вырвана. Ну, второй момент, это, конечно, хмуты. Вряд ли заводы здесь должны были быть хмуты, да? Ну, в связи с тем, что на машине такой немаленький пробег, 250 тысяч показывает только на приборке, а там еще и скрученных, наверное, соточка, поролончик, разумеется, у нас вот такой подуставший сбоку. И его точно надо чинить. Вот, ну, пассажирскому чуть-чуть получше, но тоже немножко просел. Но мы сделаем как? Теперь вот это будет водительский поролон с абсолютно живой боковой поддержкой. Здесь немножечко подчиним, приподнимем его. Ну, а это будет пассажирская сторона. Тоже, с этой стороны, поролон целый живой, то есть посадочная сторона. Ну, а здесь мы починим и будет все супер. Да, видите, насколько алгоритм шивания, да и, в принципе, устройство обивки, отличается от привычным нам, ну, допустим, Kia, Toyota или чего-нибудь там подобное. То есть на BMW, еще на X5, 53 кузовах, тоже комфортное сидение, там тоже вся обивка пришивается вот к этому поролону с подогревом, да. Вот, мне, честно говоря, не особо такое решение нравится, но будем использовать его, к сожалению. Единственный такой момент, я сторонник того, что все-таки поролон надо к обивке приклеивать, чтобы кожа не гуляла на поролоне, не заламывалась и не происходили бы такие моменты. Вот, здесь, как бы, казалось бы, да, такое не получится, потому что у вас сначала сюда присушивает центр, потом боковушка, все заворачивается. Но я сделаю немножечко похитрее. Я сюда нанесу полиуретановый клей, хорошенько, с толстым слоем, и нанесу полиуретановый клей непосредственно на обивку. И потом, когда уже все натянется, когда будет сидение рассвенится, разглаживаться, обивка приклеится вот к поролону, и у нас не будет гулять, и вот это все вот на поролоне заламываться, и впоследствии протираться. Возможно, конечно, со мной некоторые мастера не согласятся, да я бы сказал бы многие, которые вот любят вот это, тратить свое бесполезное время пришивать по кругу обивку к поролону, вот, зачем, непонятно, просто потому что увидели, что так делают с завода, вот. Но я тоже не один все-таки салон перетянул, вот. И могу сказать то, что в процессе эксплуатации, там, один-два года, все-таки решение хорошо приклеить в особенность центр. Вот здесь-то я не особо, на самом деле, боковушку просто прихватываю, чтобы просто удобнее было пришивать. Но центр я всегда тотально приклеиваю на полиуретановый клей, и по прошествии, там, года, двух лет не образуется, либо меньше образуется, вот мешок, вот, кожа меньше растягивается. Я, собственно, делаю вот так вот. Вас так делать я не заставляю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 никаких сложностей не составляет то есть по сути два куска всего лишь и на степере тут все вот так собрано вот кстати вот здесь я ну как буду уже сделал вот здесь у нас будет вот перфорация вот бокового отрочка вот так вот подсадь передним сиденьем передним подсадь си перей на переднем до сиденьем может там только там у них завода перфорация сзади вообще перфорации в общем можно монтаж так сделать и она перетянется сама собой нет получилось я с руками вот в общем вот эта история тоже забрать тут тоже жесткий клип состоят здесь клипсы вот здесь клипсы еще вот здесь и тоже довольно жестко так ну а эту историю сощем вместе с вами начинаем отмечать меточки наши будущие так ну несмотря на то что у нас этот чехол девается на поролон он достаточно плотный заводы не от фортуни на просто вот один кусок форзама подвернутый я думаю все таки немножко от фортуни так не до большого что строчка было чуть-чуть по элегант не назовем ее так то что я боюсь ступенечку будет небольшая видно нет не хотелось до такого как и вот Продолжение следует... Ну а так работа получилась достаточно чистой, красивой, мне даже самому нравится. Особенно вот эти моменты на задних я на самом деле прям сильно переживал. Ну чтобы будет асимметрия, потому что тут сам процесс сшивания на этом бутерброде, то есть на этом мате, вот пришиваешь центр, потом вот так вот большое вот такое полотно вшиваешь вот по кругу. Ну прям тяжело на самом деле было, процесс такой достаточно кропотливый, вот. И еще ошибиться нельзя, потому что натуральная кожа, один раз прострочишь, второй раз ее начнет рубить и как бы... Вот, в общем, сложно. С натуральной кожей в этом плане очень сложно, потому что у вас в основном, если так грубо говоря, ну одна попытка нашивания. Второй раз уже будет, ну такое себе. Ну, я шивал, правда, тонкой иголкой и сороковой ниткой, чтобы вот эти моменты минимизировать. Особенно мне не нравится, вот как на заводских сиденьях можно обратить внимание, когда прям сильно расщеливается кожа. Но это, понятное дело, в процессе эксплуатации тоже кожа ссыхается и вот эти расщелины, они начинают прям сильно видны. Эх, жалко, конечно, что с натуральной кожей не так часто доводится работать, потому что все эко-кожа до эко-кожи. Жесткий пластик в эко-кожу, сиденье в эко-кожу и все в эко-кожу, блин, вот, не знаю, из 10 салонов 9 с половиной будет в эко-кожу. Вот, а запах по натуральной коже какой, она тяжечко по итогу какая, все фенится, каждая морщиночка, все прям красота. Да, конечно, с ней работать тяжелее, потому что там и прорубить можно, и поцарапать, она все-таки более капризная в этом плане, но, конечно, результат, конечно, заставляет вот радоваться. В общем, я думаю, работу с этой машиной разделим на две части. Это будет первая часть, как вы могли бы догадаться, да, в общем, посвященная сиденьям. А в второй части уже там подлокотник перетянем, он достаточно интересный, покажу еще, как, кстати, его снять, и, ну, в процессе установки я покажу, как его снять, потому что, чтобы снять гребаный центральный подлокотник, надо вообще разобрать очень всего многое, и там тоже есть нюансики. Ну, а ваша задача, собственно, подписаться, поставить лайки, написать комментарии. Вот, в общем, друзья, до скорых встреч, впереди нас ждет вторая часть работы с этой машиной. И если вам, в принципе, такой контент интересен, ну, напишите об этом. Спасибо.